здравствуйте дорогие друзья это момент истины я стасимонов и поговорим о наследстве вы знаете вот есть горе от ума произведения грибоедовым а у нас история похоже напоминает горе от наследства итак васильев предприниматель артем васильев погибает в аварии разбился вертолет и он погибает но остается огромное количество недвижимости собственности ну и конечно денег какой ситуации сейчас находятся наследники евгений ситуация у них плачевная они практически проиграли все суды надежды остается но такие за этим стоят силы такие так вот этот если можно сказать вот этот кусок который оставил после себя васильев такой вот денежно там и деньги и недвижимость вот на него столько набросилось желающих откусить и откусывают всех меньше досталось законным наследникам то есть у них откусили от этого пирога все хорошо но вот просто вопрос такой как может быть такого как как такое может случиться в нашем правовом государстве когда законы наследники малолетние дети в том числе оказываются ну совершенно беспомощном положении друзья давайте посмотрим то что мы сняли в санкт-петербурге итак мы городе герой ленинграде или санкт-петербурге приехали сюда по делу артема викторовича васильева по делу его наследства ну что ж попытаемся разобраться в этом деле в 2016 году в городском суде было вынесено решение о законности этой расписки вот после чего она вступила в силу и собственно андреев начал взыскивать имущество с наследников то есть вспоминаем слова отказанные после решения первой инстанции адвокатов в лифте да что рано вам радоваться и совпадение или это так ну и было задумано да или так было задумано тут конечно мы не можем сейчас сказать не можем но быть портан люди говорят адвоката да рано вы радуетесь вторая инстанция апелляция отменяет решение первый что происходит дальше вступает в силу решение апелляционного суда правильно я понимаю да все верно она вступила в силу я помню как мама пришла домой соответственно сказала что ее даже не пустили на судебное заседание вот что решение было вынесено уже заранее и все это есть кофе не не пустили непонятно его закрыли как бы чтоб как она же участник этого процесса как ну вот собственно она как она сказала судебное заседание проходило где-то две минуты вот и ей даже не удалось попасть собственно на само это судебное заседание решение вынесли адвокат там был ваш адвокат адвокат там был да две минуты то есть как ознакомили зачитали стороны все произошло очень быстро так хорошо дальше как начали развиваться истории вот как начали товарищи со стороны андреева получать имущество вот подробно можно об этом поговорить да я соответственно приехал к себе на дачу помню этот момент мне было кажется 2016 году да вот мне было 15 лет соответственно я приезжаю к себе на дачу и меня встречают люди кавказской национальности плотного крепкого телосложения естественно их там было порядка 15 человек вот и собственно моя дача находится на берегу озера я с лодки соответственно выхожу на свой пирс меня встречают все эти люди у них за поясом было что-то как не знаю кобурат ножи ну то есть не я как маленький ребенок был собственно очень напуган на тот момент и после чего когда я попытался пройти к своему дому они сказали что эта дача больше не твоя и чтобы я здесь больше не появлялся не со своими друзьями не с своим малолетним братом и столкнули меня в речь более того эта история которую я сейчас рассказал она была еще перерывы между выборгским судом и городским судом то есть по сути решение чего вынесено не было но они так аль да но они уже собственно были уверены в своей победе и тогда они меня столкнули в речку собственно и что начали столкнули в речку то есть когда меня лица кавказской национальности встретили на пирсе до моей даче состоялся такой короткий разговор сказали что я больше здесь не появлялся толкнули меня в речку я упал собственно потом забрался на лодку и собственно переправился обратно ну что вас просто бросили в речку физически пытаясь утопить или просто сделали некий жест чтобы вы понимали что сюда не стоит больше ходить нет они я думаю что не пытались меня как-то утопить они сделали некий жест как дальше развивается дела задачи остаются за ними получается так дальше соответственно я позвонил об этом маме когда когда уже собственно выбрался из воды добрался до другой стороны реки я позвонил маме и сообщил об этой ситуации вот она забрала меня отвезла в город и сказал больше на дачу собственно не едете вот после этого ко мне неоднократно поступали угрозы так как мы с нашей семьей продолжали борьбу против они там остались и не сказали что это их объект решение еще не было решение еще не было так хорошо дача до сих пор под ними находится до дальше до до сих пор под ним так прекрасно замечательно хорошо решение нет дачи под ними вы уезжаете обратно домой возвращаетесь город и что происходит дальше дальше соответственно мама мама постоянно ездит на разборке какие-то с бандитами так называемые разборки она помню как уезжала естественно в ресторан чих она по-моему называется вот где по ее словам сидели за столом соответственно где-то 15 опять же дагестанцев и четко дали ей понять что недвижимости у нее больше нету сказали что квартиру соответственно у нее в том числе заберут который мы на тот момент проживали и сказали такую фразу что убери убери своих щенков вот наследуемой массы после этого еще раз да то есть меня и моего несовершеннолетнего брата на тот момент я тоже был несовершеннолетний и собственно с тех пор мы пытались как-то вести борьбу соответственно с этими дагестанцами писали естественно заявление обращались и следственный комитет естественно в отделы полиции но сотрудники бездействовали и наши заявления откладывали соответственно в шкаф полиции так хорошо такой вопрос скажите пожалуйста вот сейчас в данный момент в юридической плоскости что происходит уголовные дела еще идут какие-то или они уже закрыты на данный момент нам посредством многих усилий заявлений соответственно и участие в мы выезжали естественно на объекты недвижимости и как-то пытались отстаивать свои права я пытался ставить свои права своего брата и в том числе свои права все это для них должно было закончиться ну максимум через полгода прошло 6 ничего не закончилось соответственно они тоже свои ресурсы тут еще уголовное дело конечно они уже готовы здесь уже сама оборона уже начинается ну да да готова уже на все ну и дальше наверное всякие вот юридические моменты поможет подсказать адвокат после возбуждения следственным комитетом дела по признакам состава преступления предусмотрена статья 159 то есть по мошенничеству спустя некоторое время мы узнали о поступлении выборский районный суд жалобы насколько я помню подозреваемый андреев подал жалобу в порядке статьи 125 уголовно-процессуального кодекса из которой следовало что он не согласен с принятым решением о возбуждении дела если честно у нас не вызвало это подача вот этой жалобы какого-либо беспокойство поскольку объективно исходя из практики решение возбуждения уголовного дела достаточно редко отменяются это обусловлено в первую очередь не потому что органы следственные скажем так безукоризненно ведут свою работу есть разъяснение верховного суда которым регламентируется порядок рассмотрениями судами таких жалоб там конкретно указано что суд при проверке законности принятого решения возбуждения дела уполномочен проверять лишь надлежащее ли лицо вынесло данную жалобу то есть обладало ли данное лицо соответствующим полномочиями соблюден ли порядок в части соответственно соблюдение сроков процессуальных и вынесло оно в пределах отведенного ли это уголовно-процессуальным законом срока вместе с тем на второе заседание уже было оглашено решение которым жалоба андреев была удовлетворена то есть решение следователя о возбуждении уголовного дела было признано незаконным и необоснованным когда мы получили копию решения увидели там скажем так мотивировку принятого решения и что там было в частности указано что суд не усмотрел ни поводов не основания для возбуждения дела также одним из моментов который суд посчитал препятствующим для вынесения этого решения это соответственно факт того что вступившая в законную силу решение городского суда соответственно которым исковые требования андреева были удовлетворены но не обжаловалась и соответственно настоящий момент она в рамках исполнительного производства реализуется исполняется вообще при возбуждении уголовного дела были очень скажем так серьезные проблемы потому что на момент когда я начал осуществлять защиту интересов уже было вынесено насколько я помню там не менее 3-4 постановления об отказе возбуждения дела причем решение об отказе возбуждения уголовного дела выносились даже несмотря на наличие в материале проверки уже заключение экспертно-криминалистического центра МВД который категорично указал что подписи в договоре займа и расписки соответственно при после того как решение суда поступило в следственный орган в порядке ведомственного контроля было принято решение об отмене постановления возбуждения уголовного дела и следователем проводилась дополнительная проверка в рамках дополнительной проверки к материалам к материалам проверки было соответственно приобщены документы которые свидетельствовали и подтверждали факт того что соответственно 8 гражданин васильев вот эти люди которые создали договор займа до что они на момент подписания момент составления договора как они в принципе ранее об этом говорили то есть версия какая была потому что 2 апреля 2014 года они встретились вместе с васильевым на крестовском острове в санкт-петербурге где соответственно состоялось подписание документа и обмен сумки с денежными средствами вместе с тем из материалов уголовного дела сейчас следует что они были незнакомы они во первых были незнакомы во вторых на момент составление этого документа васильев находился на территории другого субъекта федерации то есть республики карелия не поверил что такое может происходить в наше настоящее время с нашими органами и со всей этой системы на всякий случай попросил ее расписать все это справки объективки что она сделала там на 20 листах когда я все это почитал для меня просто стало удивительно после стольких лет работы там в органах системы мвд что очевидные факты налицо стало понятно что система здесь не работает здесь идет явное противодействие и работает коррупционная составляющая это было сразу ясно во всех направлениях где только можно принципе санкт-петербург город маленький зная как куда и где кто обращался и что для этого надо было сделать что вопрос не стоил выеденного лица и вся история была с большим душком знал весь город знали все что никто человек никакие займы не давал и тут же все вроде уважаемые люди все там начинаю самого начала вся история покрыта таким секрет поля шинеля человек дает 3 миллиона незнакомому человеку можно открыть средства массовой информации интернет у нас сейчас большое поле для рассуждения и привести кучу аналогичных случаев где участвуют наши все злодеи в приморском районе porsche центр они точно также там участвовали в такой же схеме махинации тут недавно фонтанка опубликовала все это в средствах массовой информации это все есть у нас не стесняются заходит уголовных дел как таковых и нету есть просто скорее всего деньги которые решают и все это любые листы пишут а вот система система это перемалывает и уходит дальше ну по принципу но не случилось же ничего страшного ну и попробовали люди но не получилось ну вам не повезло все живы все здоровы да потому что даже что касается это взять истории здесь просто куча нестыкованных фактов там заказать 3 миллиона евро в обменнике не помню в каком человеку но у нас больше десяти тысяч уже банк запрашивает все твои паспортные данные никого не заинтересовало где человек взял 3 миллиона евро есть куча отказов по этим материалам проверки здесь получается ситуация когда приходишь и все говорят ну для старта надо что-то мы готовы но а потом в итоге переворачивается ситуация так что а нам все равно с кого брать либо вы дайте либо мы возьмем со злодеев но просто все хотят что-то получить потому что первоначально все видят эту ситуацию что на полете лежит 3 миллиона евро есть богатые наследники которые не знают жизни но им повезло а почему бы нам не оторвать кусок городской суд отменяет решение районного суда и удовлетворяет иск андреева потерпевшие наследники обращаются в следственный комитет по стран петербургу заявлением о совершении мошенничества городской следственный комитет бездействует только спустя полтора года после прямого обращения к председателю следственного комитета бастрыкин возбуждается уголовное дело по статье 159 часть 4 мошенничество особо крупных размерах юрий здравствуйте добрый день какая перспектива нашего дела она уже тянется столько времени уже больше шести лет как вы считаете что нас ожидает перейдем надеюсь загадывать вперед мы не будем потому что в этом месте началась наша история ровно шесть лет назад когда городской суд снес решение районного по поводу факта вступления наследства договора займа поэтому два раза уже мы надеялись на справедливое законное решение третий процесс который мы все-таки надеемся что судьи увидят что есть техника есть показания свидетелей что все-таки мошенники вели в заблуждение примут в конце концов надеемся правильное решение законное пользу наследников в этой ситуации вене я вижу такую штуку что самое неприятное то что люди которые пытаются получить это наследство они уже заранее знают что там произойдет суде вот это странно согласись как только проходит первые знают говорят что вы рано радует что результат им известно и вторая инстанция вот это очень странно меняет первую но все-таки я думаю так что вот это вот странное поведение суда вот в этом моменте первое уголовное дело закрывается тоже тут вообще вообще да какая-то 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 вообще удивительная история как можно было закрыть хотя мы имеем экспертизу мы имеем показания людей мы имеем алиби что человек на этот момент не мог находиться в санкт-петербурге я правильно понимаю да там же да абсолютно передача была значит и соответственно и деньги получить не мог и расписка странноватая да и вообще эти люди какие-то не очень понятны какое они отношение к васильеву имели как можно передать такую сумму столько много странностей поэтому я уверен что тут вообще необходимо уголовное дело в рамках уголовного дела конечно нужно ответить на все вопросы то что провести эти экспертизы да следователи должны или следователь должен разобраться в этом посмотреть сравнить определить все это дело это очевидно совершенно ну и конечно вопросов очень много и суд на все эти вопросы ответить не может граждан но на простейшие такие моменты когда поделенная расписка когда извините меня поддельная подпись поручитель или неправильный подпись поручитель и много вот эти вот стечения обстоятельств но я думаю что суд чтобы просто снять все вопросы окончательно решить кто это право кто виноват кто тут какие права на что имеет тут просто необходимо уголовное дело что я могу сказать евгений в этой ситуации ну во первых будем надеяться на то что в этой ситуации суд примет правильное решение суд тут ключевой игрок безусловно он узаконил эту расписку сомнительную очень сначала он ее не узаконил потом он ее узаконил и сейчас вот момент надеемся на то что суд будет безапелляционный беспристрастный значит в этом смысле беспристрастный и соответственно примут правильное решение ну по закону только так может быть да мы очень надеемся мы надеемся о том что суд пройдет по закону конечно как он еще должен проходить мы надеемся что справедливость восторжествует но если она не восторжествует справедливость конечно мы будем бороться дальше я надеюсь что и иван арчемыч тоже не потерял веру в правильное решение своего вопроса ну и мы будем отслеживать эту ситуацию тоже и так у нас гостях был иван артемыч васильев с его проблемами а и главный редактор момента истины евгений гневушев и я стас симонов финале хочется добавить что наша редакция обязательно обратиться в следственный комитет и федеральную службу безопасности для контроля этой ситуации и проверки странных решений суда ну вот примерно как то так теперь возникает вопрос что же делать им дальше вопрос конечно риторический мы пытаемся им помочь пытаемся отследить эту ситуацию надеемся что положение изменится в лучшую сторону в сторону наследника самое основное что мы подключились уже на том этапе когда были судебные решения и судебными решениями очень их очень трудно изменить потому что ну как бы вот первая вторая и третья инстанция обычно дублируют ну то есть одна поддерживать другую вот так она система у нас устроена вот если бы мы подключились где-то вот на первом на самых первых этапах да ну кто же тогда мог представить что так она будет потому что законные наследники шли по закону там все было очевидно вот есть несовершеннолетние двое несовершеннолетних детей на тот момент да и супруга вот все то что вот было в массу это включено наследственно должно по идее им достаться достаться но тут и наследственная масса и не досталось это что было ну к сожалению есть у нас такой у наших бизнесменов такой грешок оформлять некая недвижимость землю на своих доверить на своих доверителей вот эти доверители тоже подвели они определенный момент сказали что вот как бы а чего мы отдавать-то будем мы ничего не отдадим и там все сейчас благополучно дербанят есть так можно сказать там аэродром что там помните там просто выкварчили все плиты на которых ну да все что можно украли посадочную украли да да ну что ж друзья мы продолжаем следить за делом наследства васильева попытаемся помочь наследникам это момент истины я стас симонов и евгений гневушев главный редактор момент истины